Баталу Джопуа был всего 21 год, когда он в составе группы Бабаду ушел в мартовское наступление. Не вернулся. Батал не дожил до своего дня рождения всего лишь месяц. Не успел обзавестись семьей. Его отец Артем Джопуа считается пропавшим без вести. Вот уже 22 года мать Батала Нюра Габуния приходит к мемориалу в парке славы, возложит цветы на могилу сына и представит, что муж где-то рядом. От нас они ушли. Именно от нас из дома они ушли. Целая группа. Там в их группе особых были. Тарнава Мираб, Джопу Батал, Богателия Валера, Каполяни Маршан, Тамаз, Пили Зорик, Чхидзе Валера. Это особая их группа. Вот эту группу очень хорошо знала. И так до наступления они приходили, мы общались, рассказывали. Но мы сами знали, что на самом деле, что они не будут возвращаться. Парк славы в центре Сухума снова стал местом поклонения. С 10 утра к памятнику, где захоронены десятки погибших в мартовском наступлении, начали сходиться люди. Почтить память павших в боях со свободой и независимой своей родины пришло и руководство страны во главе с президентом Раулем Хаджимба. О событиях 22-летней давности Рауль Хаджимба вспоминает с болью в сердце. Действительно, это трагическая история периода нашей войны и после войны. Период наши люди с горечью вспоминают всех тех, кто погиб. Но и через это нужно, наверное, было пройти нам всем, дабы получить то, что мы сегодня имеем. Конечно, тяжело все это вспоминать, но память об этих ребятах останется на века в нашем народе. Знал многих ребят молодых, которые пошли в бой и не вернулись. В мартовской наступательной операции смертью героев пали 222 бойца абхазской армии. Эти потери стали самыми крупными в отечественной войне народа Абхазии. Несколько сотен человек получили ранения, а десятки пропали без вести. Операция оказалась безуспешной, и абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции. На самом деле были подавлены после неудачного мартовского наступления. Начиналось все, естественно, с воодушевлением. Но когда наша атака захлебнулась, то мы были очень подавлены. Были очень большие потери. Это одно из неудачных наступлений нашей армии. Но что мы вынесли из этого? Самое главное, это нас всех закалило, это нас всех объединило. Мы поняли, какие ошибки, что мы сделали, проанализировали. Были там друзья, и многие из них погибли. Я не буду называть сейчас поименно всех, но мы очень много людей потеряли в этом мартовском наступлении. И после мартовского наступления мы все, наверное, ходили с опущенной головой. Там было очень больно, было очень обидно. Субтитры создавал DimaTorzok Они в минуту опасности сделали осознанный выбор и предложили себя в жертву родине. Это был героизм не по команде, он шел от сердца. Память о них стала оплотом для спасения нации.